180 лет назад, 13 ноября 1844 года, вышел указ, подписанный государем Николаем I, об учреждении казенных еврейских училищ, ознаменовавший новый совершенно неожиданный этап в развитии еврейского образования в Российской империи. Что же такое казенные еврейские училища, для чего они возникли и какие плоды принесли, об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы «Неделя в еврейской истории». Уже после того, как в Российской империи образовалось многочисленное еврейское население, а произошло это, напомню, по итогам трех разделов Польши 1772, 1793 и 1795 годов. По итогам разделов Польши само польское государство, или польско-литовское, точнее, Лечь Посполитая, перестало существовать, а крупные многочисленные территории, населенные еврейским населением, в частности Белоруссия, большая часть Украины, Литва, часть Латвии и восточная часть Польши, с населением по разным оценкам в несколько сот тысяч евреев, до миллиона евреев в то время, в 18 веке, вошла в состав Российской империи. Евреи сразу стали одним из крупнейших этносов и одной из крупнейших профессиональных групп Российской империи. И при этом они совершенно, так сказать, не имели точек соприкосновения с русским обществом, поскольку, как правило, не владели русским языком, не были знакомы совершенно с русской культурой. И русское общество представляло евреев как какую-то такую экзотическую группу населения совершенно, хотя пришло в непосредственный контакт с ней, что было вызвано, естественно, активностью еврейского населения в сфере ремесел и торговли, особенно вот в пределах черты оседлости. Уже в первые годы 19 века предпринимались всяческие попытки внедрить европейское или русское образование среди еврейского населения. Считалось, что евреи, так сказать, неблагонадежная группа населения, сразу были, как мы знаем, введены в отношении них ограничения, такие как процентная норма, ограничивавшая приток поступления евреев в официальные учебные заведения, в гимназии, университеты тем более. И считалось, что зловредным таким предметом, благодаря которому евреи нелояльны к официальной церкви, к официальному государству, а это воспринималось как единое целое, является Талмуд. И считалось, что уже при Александре I в первые годы 19 века ходили такие идеи, что создать учебные заведения для евреев, где бы они получали образование на русском языке, или, по крайней мере, изучали русский язык как один из предметов обучения, изучали бы русскую литературу, историю и одновременно еврейские предметы религиозные, но с упором именно на Библию, на древнееврейский язык, а Талмуд бы изучался поменьше, по мере возможности, поскольку Ветхий Завет и христиане признают, это как бы священная книга для всех, поэтому она считалась полезной, в отличие от Талмуда. Тем не менее, все первые десятилетия 19 века проекты таких учебных заведений носились в воздухе, но до практического воплощения дело дошло только в 30-е годы. В 1835 году было принято положение о евреях, который именно вводил знаменитую процентную норму, ограничивавшую поселение, ограничивавшую поступление евреев в учебные заведения светского характера и окончательно регламентировавшую черту оседлости, то есть правила поселения евреев в местах своего компактного проживания на Украине, в Белоруссии, Литве и Польше. Пост министра народного просвещения в 30-е и 40-е годы занимал граф Уваров, известный нам по своей знаменитой формуле православие, самодержавие, народность, то есть применительно к русскому народу считалось, что народ нужно воспитывать в духе уважения к православной церкви, самодержавному государю и народности, то есть единства всего народа, почитающего вот эти первые два постулата, то есть церковь и государственная власть. И для евреев был признан целесообразным, хотя бы без православия, чтобы они в духе самодержавия и народности воспитывались, и поэтому по инициативе графа Уварова Сергея вот был принят указ о введении еврейских козерных училищ. Сейчас мало кто помнит об этих учебных заведениях, даже нет статьи Википедии отдельной, тем не менее это своеобразное учебное заведение, которое заслуживает того, чтобы о нем в исторической перспективе мы помнили. Было предложено ввести еврейские казенные училища двух ступеней. Первой ступени с двухлетним курсом и второй ступени с трехлетним или четырехлетним курсом. Училища первой ступени должны были служить аналогом церковно-приходских школ для православного населения, то есть образование самого начального уровня, базового, можно сказать, еврейские училища второй ступени должны были служить аналогами уездных училищ, то есть это примерно школа, допустим, с пятого по восьмой класса, если в современных терминах говорить, то есть это между начальной школой и гимназией, такое вот учебное заведение промежуточное. Были устроены еврейские училища по всей черте оседлости, около сотни было училищ первой ступени и около 32-й ступени. Они были учреждены в учебных округах в Виленском, а Вильню, как мы знаем, современный Вильнюс, был главным центром еврейской учености и еврейского образования в Российской империи. Значит, в Виленском, Киевском, Одесском и Дербтском, то есть современный город Тарту в Эстонии и округах. Образцом для этих училищ была избрана школа еврейская, существовавшая в Риге, где преподавал и был ее директором, приехавший из Германии еврей по происхождению Лилиенталь некий, который получил образование в немецком университете и внедрял в еврейскую среду Российской империи идеи, близкие к Гаскале, то есть еврейское просвещение в духе Мозеса Мендельсона. То есть оно сводилось к тому, что евреи должны воспринять светскую науку и оставаться, как бы, была такая формула «еврей у себя дома и немец на улице». И предполагалось нечто аналогичное ввести для российских евреев. То есть еврейство ограничивалось семейным кругом, общением, а в гражданской жизни евреи должны были бы стать обычными гражданами, как и все прочие. И надо сказать, что идея еврейских этих училищ сразу была воспринята в штыки еврейскими массами. Еврейские массы в то время еще совершенно, так сказать, не приобщенные к русской культуре, не знавшие русского языка, справедливо полагали, что эти училища будут рассадниками ассимиляции в еврейской среде, приведут к тому, что выпускники этих училищ будут отказываться от традиций своих предков и даже креститься. И, в общем-то, эти опасения не были лишены определенных резонов. Как мы знаем, близкие соображения столетиям позже испытывалось в еврейской среде по отношению к еврейским школам, которые в первые годы советские власти вводились на территорию Украины и Белоруссии, считали, что еврейские родители считали, что в этих школах основной, так сказать, воспитательный процесс будет направлен, пропаганда против иудаизма, традиционного еврейства. То есть в русской школе, так сказать, искоренялась православная традиция, то в еврейской, естественно, иудейская. А по общей программе эти школы ничем не отличались от обычных советских школ, кроме того, что преподавание велось наидише. И аналогично, и вот в этих казенных училищах еврейские традиционные массы не спешили отдавать туда своих детей. Обычно туда отдавали сирот, детей бедняков, или записывали детей, а они туда не ходили. Фактически были такие мертвые души, в классах сидели. То есть там было в училище, допустим, 250 учащихся записано, а ходило в лучшем случае сотня регулярно на занятия. А с другой стороны, была уже не многочисленная в то время, но растущая уже категория евреев, так сказать, которые принадлежали к высшим слоям населения, восприняли уже русский язык и культуру. Они справедливо считали, что их дети должны получать нормальное образование на русском языке, и зачем им эти еврейские училища вообще нужны, непонятно. Тем не менее, сеть таких училищ была создана, и они присуществовали фактически до крушения монархии в России, до революции 1917 года. Для формирования кадров педагогических для этих училищ были созданы учебные заведения более высокого ранга, которые назывались Равинские училища. Здесь было создано два таких училища. Одно было в Вильне, другое в Житомире, поскольку в Киеве евреям было запрещено селиться. Эти Равинские училища готовили педагогов по еврейским предметам для казенных еврейских училищ, поскольку в общем образовательные предметы преподавали, как правило, русские педагоги. И из них же рекрутировались кадры так называемых казенных раввинов. Казенный раввин в Российской империи, начиная со второй половины XIX века и до революции, это была такая должность. Это не раввин в современном понимании слова, это лицо, которое занималось введением метрических книг, регистрацией рождений, смертей, браков, разводов среди еврейского населения. Как правило, это лицо, закончившее либо эти самые раввинские училища, либо русскую гимназию, грамотное на русском и на еврейском языках. И вот как типа Ипполит Матвеевич Воробьянинов в «Девенадцатом стульях», он заведовал там в ЗАГСе столом браков, разводов, вот нечто подобное выполняли и казенные раввины. Кстати, многие известные деятели еврейской культуры, в частности еврейские писатели, например, «Шалом Алейхум» были в молодости казенными раввинами. «Шалом Алейхум», например, был казенным раввином в городе Лубны, Полтавской губернии. Так вот, для этих училищ первоначально, когда речь идет о 40-60-х годах XIX века, выпускали специальные учебники на немецком языке по общим образовательным предметам, поскольку считалось, что русского языка еврейские массы еще не знают, и так оно, по сути дела, и было, а немецкий язык близок в грамматическом и лексическом отношении к разговорному еврейскому языку, то есть иидишу, и поэтому считалось, что немецкий язык наиболее пригоден для общего образования. И первые вот эти учебники на немецком языке написал первый еврей, выпускник Московского университета, доктор Леон Мандельштам. Это двоюродный дедушка великого нашего поэта уже 20 века Осипа Емельевича Мандельштама. Постепенно в 60-х, 70-х, 80-х годах в еврейских этих училищах от немецкого языка, как языка преподавания, отказывались в пользу русского, и еврейские предметы изучались все менее активно. Это, естественно, приводило к тому, что евреи все более скептически относились к этому типу учебных заведений. Тем не менее, они просуществовали до самой революции и сыграли все-таки важную роль в формировании еврейской интеллигенции при общении еврейского населения Российской империи к русскому языку, русской культуре и к появлению такого вот феномена, как русское еврейство, как особая этнокультурная, и этносоциальная общность.